Тот же вопрос, который ежегодно задают, что вы скажете по поводу человека, который не соблюдает намаз, но однако соблюдает пост месяц Рамадан. Конечно, братья и сестры, мы должны соблюдать эту религию всецело, не выбирать то, что соблюдать, а что не соблюдать. Молитва – это опора этой религии. Тот, кто совершает молитву, он воздвигает нашу религию, а тот, кто его пропускает, он разрушает свою религию. Но однако те люди, которые не совершают намаз, делятся на две категории. Есть одна категория, которая вообще не считает эту молитву обязательной и не считает, что ее нужно соблюдать. Естественно, этот человек выходит за рамки ислама. Это такое отношение к предписанному столбу ислама выводит человека из ислама. Естественно, если такой человек будет соблюдать пост месяц Рамадан, что можем об этом человеке сказать? Этот человек всего лишь соблюдает голодание и хочет получить мирскую пользу от Рамадана, от поста. Но если человек признает пятикратный намаз как столб и признает, что он его не соблюдает, потому что или он не научился, или его не научили, или потому что он халатен в этом отношении, но однако в своем убеждении он признает, что он должен соблюдать намаз. И этот человек начинает с поста, соблюдает пост месяц Рамадан. Согласно всем правилам соблюдения, всем требованиям соблюдения поста, пост этого человека будет зачтен. Но посты бывают разные. Пост человека, который соблюдает все остальные предписания Всевышнего Аллаха, он будет принят Всевышним Аллахом и будет принят особым образом, еще если к тому же, если этот мусульманин не только совершает предписания, еще воздерживается всем своим телом от всего, что противоречит сути поста, воздерживается от гыбата, воздерживается от сплетен, от других, от обид, нанесения оскорблений, от всего, что нарушает награду этого поста, то этот пост будет, конечно, иметь, будет принят Всевышним Аллахом особым образом. И тот человек, который соблюдает пост из числа мусульман, которые убеждены в том, что он должен соблюдать не только пост, пост этого человека будет зачтен, но, однако, его награда за Всевышним Аллахом. У него нет такой гарантии, как у другого мусульманина, который соблюдает и остальные предписания. Но, однако, тому человеку, который соблюдает пост, но еще не начал соблюдать намаз, не стоит его отговаривать от этого шага. Возможно, это его первый шаг, за которым последуют и остальные шаги. Таким людям деликатно, если вы способны сделать даават, способны разъяснить этому человеку остальные предписания Всевышнего Аллаха, их суть, то вы постараетесь этому человеку объяснить, но не отговаривать от этого шага, который он сделал в этом году. Аллаху та'аля а'лам.